Говорят, бойтесь желаний, они имеют обыкновение сбываться. И желания действительно сбываются, еще быстрее они исполняются у тех, кто идет путем развития своей души. Поэтому надо очень ответственно подходить к тому, что мы желаем. Тщательно продумывать, прописывать мечту, а потом уже о ней мечтать, воплощать, визуализировать. Загадать желание дело тонкое и подходить к нему надо сознанием вопроса, чтобы не вышло так, что девушка пожелала любящего партнера и он появился любящий как загадывала и не дает ей проходу, а своей любовью готов задушить ее в объятиях нежных. И девушка срочно загадывает что-то другое. Поэтому желать обыкак довольно опасно и важно позаботиться о технике безопасности. Важно понять свое истинное желание, то глубинное, сокровенное, исполнение которого – это не просто каприз, а следование пути. Желание, неспосланное вам как путеводная звезда, указывающее, куда вы должны идти, чтобы быть в гармонии со своим предназначением и совсем огромным и загадочным мирозданием. Желание, исполненное великого смысла, меняющее судьбу. Когда хочется новую машину или шубу – это хорошо, это тоже нужно. Но очень важно, чтобы все остальные малые желания не противоречили главному. Чтобы они не высасывали энергию, не отвлекали внимание, надо всегда контролировать этот уровень шума, не позволяя себе отклоняться в сторону. Понять истинное желание – это самое сложное и самое легкое одновременно. Сложное, потому что мы вертимся в огромном количестве ненужной информации, поддаемся влиянию фальшивых авторитетов, отклоняемся на то, что модно или популярно. В этом царстве соблазнов надо найти ту жемчужину, наше истинное желание и распознать, что это именно она. Как только мы захотим найти свое предназначение – обнаружить главное направление своей жизни, нам мгновенно начинают посылать тысячи подсказок и знаков. И тогда нам достаточно слой за слоем убрать все напускное и открыть глаза по-новому. Как это сделать, подскажет вам сердце. Обязательное условие – тишина и внутреннее безмолвие. Когда общее направление понятно, можно приступить к следующему шагу, к формулировке желания. Ей надо уделить действительно много внимания, потому что вы получите именно то, что закажете. Вселенная на все всегда говорит «да, именно так». Продумайте хорошо. Никогда не начинайте с «я хочу». Ответ будет «да, вы хотите». И ваше желание сбудется, вы будете дальше продолжать хотеть. Не надо говорить «я создаю счастливую семью с тем-то и тем-то». Именно вы и будете ее создавать, а супруг останется пассивен. Как сделать так, чтобы желание, которое только отчасти зависит от наших активных действий, сбылось как можно быстрее? На физическом уровне, если есть хоть какие-то действия, которые могут способствовать скорейшему воплощению вашего желания, то их нужно делать. Если вы хотите стать генеральным директором корпорации, для начала надо устроиться хоть кем-то в эту корпорацию. На тонком уровне первое волшебное сознание заключается в том, что желаемое у вас уже есть, ваша мечта уже сбылась. Вам это надо непременно ощутить. Именно так не я хочу, а у меня есть здесь и сейчас. И я могу этим наслаждаться. Я чувствую, что желание уже воплотилось. Но самое удивительное, что это на самом деле так. Наше подсознание не отличает воображаемое от того, что действительно происходило в реальности. А наше тело послушно откликается на сигналы своего компьютера. Поэтому, когда мы рисуем страшные апокалиптические картины в голове, наше тело ведет себя так, как будто оно находится в стрессовой ситуации. Когда же мы представляем, как плещемся в теплой ласковой воде, наше тело становится расслабленным. А так как это взаимодействие тела и мозга, то нам нужно и вести себя так, как будто желание уже осуществилось. И на уровне тела, и на уровне мозга вы утвердили осуществление своего желания. А затем желание нужно отпускать, нужно желать, не желая. Думаю, у многих случалось такое. Вы о чем-то грезили долгое время, потом плюнули, забыли уже, а оно вдруг упало к ногам. Тогда, когда уже и не надо вовсе. Когда мы очень чего-то желаем, мы показываем, что этого нет. И чем сильнее желание, тем острее утверждается нехватка, отсутствие желаемого. Поэтому так важно прочувствовать, что все уже есть, что вы уже являетесь счастливыми от исполнения вашей мечты. Чтобы вы излучали не нужду, а обладание, в этом очень помогает визуализация. Прежде чем визуализировать вашу мечту, необходимо полностью расслабиться. Так намного легче работать с подсознанием и бессознательным. Это то состояние, когда вы на границе сна и бодрствования. Для начала устройтесь комфортно. Сосредоточьтесь на дыхании. Почувствуйте, как ваши легкие свободно наполняются и опустошаются. Вы дышите все глубже и переносите фокус внимания на выдох. Ваши мысли успокаиваются. Вы чувствуете только этот спокойный и глубокий выдох. Представьте 10 ступеней. С каждым выдохом вы спускаетесь на ступень ниже и отсчитываете от 9 до 0. Субтитры создавал DimaTorzok На нуле вы уже будете глубоко в том состоянии, когда визуализация особенно эффективна. И вот теперь красочно прорисуйте все детали, воплотите все, что хотите. Ваши способности безграничны. Почувствуйте, как изменилась ваша жизнь с исполнением этого желания. Почувствуйте, как изменилась ваша жизнь с исполнением этого желания. Как ваше сердце наполнилось радостью, а может ликованием? И мир стал чуточку светлее от того, что еще один человек обрел свою звезду. Подмечайте все изменения, происходящие с вами. Может быть, эти преобразования затронули и близких вам людей. Проживите это. Воспользуйтесь всеми чувствами, которые вам даны, чтобы глубже прочувствовать исполнение мечты. Почувствуйте аромат, который связан с мечтой. Звуки, ощущения, которые у вас внутри. Визуализация обычно связывается с представлением картинки. Но вы не просто вдохновенно нарисуете эту картину, но и одухотворите ее. Сделайте ее частью реальности. А затем мягко переведите внимание на вдох. Можете представить, как вы по ступеням поднимаетесь вверх, и, досчитав до десяти, вы возвращаетесь. Визуализация Можете это очень сильная техника, но постарайтесь, выйдя на поверхность, оставаться непривязанными к желанию. Мечта есть и ее нет. А вы легки, свободны и самодостаточны. Такая легкость, с одной стороны, и такое мощное погружение в мечту, с помощью визуализации, с другой стороны. Идеальный союз, который творит чудеса. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok